Доброе утро, подписчики и вновь прибывшие в канал Бундтритаристы. С вами Сергей Корнеев, 18 июля, раннее утро, 5 часов 15 минут утра, направляемся на работу, пока что направляемся за автомобилем УАЗ в гараж, дальше собираюсь коллектив на работу. Вышел, вот видите, дождичек мелкий идет, основная масса этого мелкого дождя прошла уже, давно и так остается, небольшая тучка подкапывает. Ну вот у тебя была бы уборка, у нас сейчас уже пошла бы, если этот дождь бы, ну стопроцентно до обеда, а дальше может чуть побольше, отложил бы молодьбу. Даже при этом условии, если была бы идеальная похода, вышел бы солнце, начало бы жарить. Так что, друзья, ну в принципе, она и сейчас уже отложит уборку, начало, по крайней мере, уборки. Вчера вот одно из хозяйств начинал пробовать молотить, мы не поехали, а вот были, кто тоже пытался, ну влажность 16% показало. Да, я соглашусь, многие при 16% молотят, ну молотят, если она вот уже сухая, а потом в процессе как бы поднакопил влажность. У нас она еще как бы местами недоспелая, то есть молотить там смысл такой влажности нет, потому что там бобы, то есть там достаточно очень мягкое, сочное зерно. Поэтому мы ждем, ждем пока все эти подгоны, какие зеленые стручки подсохли. Приехали. Так, обслуживание вчера сделал техническое. Блядь, сумку забуду сейчас, наверное. Во, тут прохладненько. Ну, бак у меня практически сухой. Да не, я это преувеличиваю. Баки чуть меньше половины. Прибор врет на четверть. То есть при полном баке она где-то ближе к 1-4 отклоняется. В меньшую сторону. Сейчас показывают четверть, значит побольше. Ну, все, мы заправимся. Дядя Федя нам это любезно сейчас сделает на бензовозе. Так, водичку я взял замороженную, так что пойду сумку заберу. Эту бутылку убраться не будем, приходится еще. Сейчас взял положенные. Глохнет, Дядь Федь, глохнет, глохнет. Не хватает, Дядь Федь. Зоди. Ну что, друзья, отправляемся. У меня пассажир есть, ученик, ебаный. Ладно, не будем ругаться. Я только в поле ухожу, дальше ты работаешь. Здесь она пассажир есть. Что там сидеть-то надо? Скорость там небольшая, я понял. А шаг поедет. А где, она с бульдерами нет, я поедет. Нет, а там надо пассажир. А где, она с бульдерами нет. Да, да, ну я его вентилятор включил, болт я не включил. Сейчас будем знакомиться с приборами, с рычагами, какие нужны там рычаги, как они работают, сколько их положений А где работают? А? На два Ну что, вниз? Ага, и вверх, да? Ха-ха-ха, и в порядке Чуть-чуть пониже, наверное, как получается Держание на плаву Уже три получается? У четыре Вот четыре На лицо Плавающее Принудительный подъем Нейтральное Принудительное опускание И плавающее положение Не знаю, я когда учился в технику У нас даже плакат был Мы ходили и, допустим, рассказывали То есть, как движется масло По каналам, по трубопроводам При, допустим, лавшем режиме Да? Вот как она идет От бака через насос Подается в распред В распред По каким каналам Через какой клапан Как проходит цилиндр Мы там и рассказывали То есть, здесь положение У нас нет У нас нет Это здорово спросить Я думаю, у нас тоже Должен будет У нас Но это б работость Там все его порезали Там все его порезали Ты что думаешь, что, бля Из тех времен стоит Сылается рабочий Ну, я его посащили А вот наши пары А думаю, что эти И вот эти. Первая здесь. Знаешь, что разбежать делать? Нужно пойти и парад на пальцах, понимаешь? То есть только обратно пальцы на место парад и в ящики за руководителя. Поветели у нас опять здесь бушу стоит, бушу стоит у нас и поветели. И начальник сказал еще, такой сорняк под названием свекольник. Такой бессерняк. Сейчас я разворот уполз добью и загонку. И потом будем в мишку заставлять. Не, не, Миш, не, ну вынь и опять засунь. Накладку вынимать. Вот. И палец обратно. Да, да, да. Сейчас топора он съедет, я на топорах ехал. Приобрел сегодня на заправке ароматизатором. Сделал небольшую дырочку в пробочке, так что попахивает легонько. Также взял в МАЗ, но это я до этого брал, ванильный. Там не жидкостный, там чисто, там чисто кордонка вот эта вот пахнущая. А куда он может? Сзади ячка может бросить. Сзади ячка бросить. Проводит тут, нет. Радиатор, кстати, меняется. Не судя что-то. Компенсионер он с перья. Это вал отбор мощности. Радиатор, маска. Да. Да. Вот этот шипов, вишневый, блядь. Раз, блядь. Не трех секционов, а это идти, блядь. Закрывайся. Теперь смотри. Средний. Средний, это у меня высокомотиватор управления. На среднем рычаге. Упускает, да? Да, сейчас я упускаю. Я сейчас плавающий хил. Чтоб ты своим весом опустился, да? Особисть вот в этом, в том, что здесь и крылья, и сама середка на общем-то. Один рычаг. Если вот синий культиватый термалек есть, его крылья на один рычаге, а середка на один. Здесь все общий. Поэтому я это возвращаю, а теперь это на принудительное делаю. А, господин. Крылья на рычаге. В этом есть я снимаю. А теперь я поднимаю его. Напускаем весом? Нет, теперь я поднимаю его. Знаете, что я делаю? Все таки будут в землю рыть. А теперь опять напускаем плавущее, и он опускается по своим весом. Крылья. Сейчас крылья встанут на месте, и опустились хоть его. Вот так и делают. Вот так. Понять несложно. Все это пропускается. Теперь вот тогда это, навес немножко опусить. Вот это положение, чтобы она освободилась. Вот видишь, она свободная получается. Вот промежуток. Понимаете? Все. Оставляем вот так на плавающее. То есть, цепление. Вторая скорость. Вот здесь карася все тебе показаны. Вторая. Здесь делаем вторую. И оборотом где-то 1800-1900 даем. Вот так пойдем. Так, отрезали мы себе разворотные полосы. Загонку отрезали. Время 7 часов 23 минуты. Пойдем в туалет сходим. И в принципе, можно будет меняться с Михаилом. Я ему загонку отрезал. В принципе, ему уже попробовать есть на чем. Пойдемте. Мне здесь сориентироваться только можно вот для ворота. Просто чисто по ощущениям. То есть смотреть на тот край и вот привыкать. То есть. Ну что, поехали. Тебе удобно? Да-да. Встаешь? До конца дужа. Да. Так. Так ну? Нет. Так что, вы не носкался? Подожди. Нет, не правда. Да. Вот. Чтобы он так шевелился. То есть. Всего. Ну, хватит на рычаге. Потому что себе его опускать надо. Культиватор будет. А ты тронешься только. Газку можно подать чуть-чуть. Да. Отпускай, да? Ты отпускай цепление. И мотиватор. Газ забросай. Все. Газ готови. Газ будет. И теперь ручкой газа прибавляй оборотов до 1800-1900 сделай. На кой помогает такой ручке? Давай ищем что-то полноэрлическое. О, Асанька. Много убирай из газоги. Ну, я не закладываю. Чёрт не видно. А у тебя руля шусть. Чтобы сегагрейм не оставалось, нужно было перекрыть. То есть стоявка. Ну, это штука не видно. Ну, ладно. Я штуку другого. Для опции. Ну, да. Теперь, в окно, смотри, там, а в окно видно почему-то. Блин, вот нормально. Вот сейчас возьми вот какую-то, вот, вишну, вот, в принципе. Держи вот это на стоянии, брить. Не отклоняйся от него. Уходишь, но куда будет, смотреть у нас лучше. Вогреть, ты сейчас доваришь. Уходишь. Уходишь. Лишь. Уходишь. Ну, куда-то, смотреть. Огреть сейчас, прям сейчас. Да. Здесь. там новые поколения доктористов и что, получается нормально сейчас к габаритам культиватора привыкнет так вот держать его особо сильно не перекрывая культивацию и не оставляя грех то есть почувствовать ширину то есть ехать просто а так все нормально ну и еще развороты нюансы на разворотах свои то есть развернуться где-то приподнять культиваторы прямо в выпадывании силами то есть у меня там чуть-чуть-то задело но чтобы с нагрузкой с ними все слабо убрать потому что угловые угловые развороты они так же тяжелые и не для трактора потому что крестовин под углом нагрузку получает угловую так же тяжело и культиватору на больших угловых разворотах поэтому мы не можем в таком случае и т.д. входят и т.д. успех в 70 июня и т.д. моё и т.д. память и т.д. Через дверь не пройдешь, смотри, да? Ну извини, у меня шторки не снимаются, я ее накреп приклеил Было бы на лепочки Так, подъезжаем к краю Ложи мне сразу руку на рычаг нахуй Машу сразу в митральное положение Вот, давай Единя еще, еще, еще Поворачивай Приходим к культиватор Хорош Упрямляй трактор Упрямляй, упрямляй Иди, иди, еще, еще, еще Поворачивай Поворачивай Сейчас трактор вырвется, опускай культиватор Опускай Немножко парень сейчас опускай в рычаг А тут писк, это принудительно опускай, где было Как бы Да, сейчас ориентируюсь Бывает такая пыль, что, блядь, даже не видно, куда ехать Вот какая пыль бывает Это по-божески Давай, сейчас пару часков поесть Я могу буду на улице поснимать А за головой смотришь То есть, мы сейчас ее выкрушим Да, получается, внутренний ее радиус Выкрушим, да Потом ее, конечно, как вот эта вот сторона становится чуть шире, чем вот эта Мы начинаем выкрушить вот так, пару меньше То есть вот эту Но чтобы не делать холостых движений по развороту полосе То есть Пока еще мы никак не можем привыкнуть к сверне культиватора Пока что у нас культиватор не 10 метров, а где-то около 7 У тебя проблема в ту сторону обычно Наверное, солнце, блядь, сразу теряешь Ну это за солнце Наверное, сейчас еще кругу сделаем и будем вот эту сторону выкрушить Самая фишка заключается в том, что нам нужно будет вот так вот закок отрезать параллельно этих закок отрезать С наименьшим клином, больше можно что-то учиться, понимаешь? Ну, видишь, полы не оставишь, сейчас остановишься и не пойдешь и сорвешь Ого Полы, я в пистера себе Я в судье удачу Нет, блядь А ты правда, знаешь, пойдешь и рвать ее Да и вести на скуресных водой там не сожгал А ты знаешь, что у нас пойдет полыть, да? Блядь, я тоже офигел Ну это что, ну это как-то, сам уже обнимает Это когда подавчера там же делал? Да Да, подавчера, когда мы чистили А я не снимал? Мне кажется, я не снимал Ну, в общем, если я даже не снимал, я напомню вам А если не снимал, расскажу Когда мы убирали склад в металле И территорию, когда моя Когда мы закончили, мы вышли и решили попить чайку тут И дядя, типа, говорит, бля, а я эти полынь, типа, ел нормально Моцкие глаза были, как? Он пошел, параметелку сорвал полынью В рот закинул, ушувал чаем Потом выплюл, наверное, так понял А потом запил, может Представляете, говорит, горько шмаркнул Я вот культивирую порой полынные поля Бля, аж на кубах горько стоит Пыль, метелки, нет Пыль выбрасывают А он, бля, в рот пушевал ее Бля, это вообще что-то Время половины одиннадцатого Мишка отрезает новую загонку Мишка отрезает новую загонку Мишка отрезает новую загонку Мишку отрезает новую загонку Вперед... Молодец ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА По краю идешь, ахуеть Ты можешь к лугу привык, нихуя не отлюкнешь никак Как с ними есть, он катался С лугом Бедный мальчик подустал Ноги стекли, дай посижу А то кресиком держать, стекают Работы осталось 10 минут где-то, 15 Сейчас до того края доедем, наверное И все, можно раскладываться будет Поедем мы полями здесь, наверное Скажи, Миш, какой-нибудь трактор По асфальту поедем, потому что они девчонки были По асфальту не могу, кстати, за ручку Не, по асфальту ты поедешь Ну да ладно, по асфальту Че, Мишка, пойдем культиватор чистить нахуй, перчатки бери резиновые А не, ты знаешь, куда ты их девал Я-то не знаю Ты тут команда Куда, так подсидень, брось Поехали 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 ну вот и все в принципе ничего не хаил конечно у мишки не получается никак держать ширину то есть он большое перекрытие делает постоянно у него из 10 метров 8 метров культиватом превращается мишка вот эта лапка у тебя по краю идет а вот это у тебя все перекрытие вот эта лапка ты всегда идешь ну михаил раз ты сам себе даешь оценку подходит пыли видит там чисто я че я большой на всех хватит подлазь сейчас подожди я его опущу поехали все пальцы цепарил все нормально джип точки натягивали какие-то натягивает натягивает но пока что не пришли но возможно к вечеру и подойдут парагноз стоит у нас там вечером дожди все ходили иваныч хочет на поле молодец все ходят молодец уже в принципе пора в том году мы начали это 24 иконы и все и 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА